Очередная посылка не из Китая, и здесь у нас вот такой вот пинцет антистатический, антимагнитный, и набор вот таких вот крокодильчиков для прибора. С моим прибором в комплекте крокодильчики такие не шли, и я вот дополнительно себе такой вот набор сразу приобрел. Вот такие вот мини-бананчики. Почему бананчики? Потому что вот такой вот формы крокодильчики называют бананами. Стоят 3 гривны, эти вот маленькие тоже стоят 3 гривны, и вот эти вот большие стоят 5 гривен. Давайте сейчас примерим. И, как видите, лоханулся я с мороженым. Крокодилы к моим щупам, к этим вот нового прибора не подходят абсолютно. Потому что тут дырка здоровенная. Можно, наверное, ее попробовать подзагнуть, но не знаю, получится или нет. Но так вот не подходит. Подходит к щупам со старого советского прибора батиного. Потому что тут такой вот он толстый, и здесь вот как раз он обходит. Но тоже немножко надо подогнуть, чтобы не сильно так вот телепалось. Но подходит. На новые щупы вообще абсолютно не подходят. Я думаю, что это, скорее всего, вообще какие-то крокодилы, такие вот, типа крем, чтобы сюда вот подпаять провод. И куда-то там вот питание подавать при помощи крокодилов. Эти крокодилы маленькие тоже для каких-то таких целей. Чтобы, наверное, там что-нибудь зажать или куда-нибудь там питание через них подать. Но вот насчет бананов тоже лоханулся, нифига не пойму. Бананы-то точно должны подходить. Но почему они не надеваются? Возможно, их надо зажать. То, что, смотрите, вот как вот на камеру не сильно видно. Он тут просвечивается, этот банан. И здесь вот место вот есть для щупа. Она терепается. Скорее всего, наверное, может, его зажать надо. Это я уже за кадром разберусь. И в описании отпишусь, получилось ли мне с бананом что-нибудь сделать с этим маленьким или нет. Но вот этот большой, этот маленький точно к моему прибору не подходит. Так что, так вот лоханулся я как-то с этими крокодильчиками. В принципе, 11 древен это все стоит. Думаю, что пригодятся эти крокодилы когда-нибудь мне. Ну, а эти я думаю, что все-таки получится мне прицепить на мой прибор. Ну, по крокодилам все. Ну, их нафиг. Давайте перейдем к пинцету. Вот такой вот я себе прикупил пинцет. Можно купить такой пинцет и у китайцев. Но у них получается 30 гривен. Самый дешевый такой пинцет. Здесь же я взял за 16. Написано, что он антистатический и антимагнитный. Но я не знаю, как он антимагнитный может быть. Потому что он написано сделан из стали. И на сайте был, по-моему, пинцет написано, что фирма Гуи или что-то типа этого. А здесь написано, что это Ветус. То есть, немножко из фирмы меня и здесь лоханули. Именно который на сайте был нарисован на Алиэкспрессе. 30 гривен самый дешевый стоил. Этот же не знаю. На нем написано тоже, что он антимагнитный, антистатик. Сделал с нержавеющей стали. И, в принципе, по характеристикам точно такой, как и на сайте нарисованный. Думал, что он будет немножко помощней. Ну, в принципе, и такой пойдет. На этом же все. Ссылки оставлю под видео на такие вот крокодильчики. Возможно, кому-то такие нужны. Кому понравилось, как я лоханулся, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Продолжение следует...